добрый вечер дорогие друзья три недели я не был в эфире потому что у меня родился сын очень рад вас видеть давно я вас не видел не слышал не видел ваши комментарии и наконец-то слава богу я снова здесь могу опять давать прямой эфир на этом великолепном портале в экран как говорится я был занят было обрезание моего сына несколько недель назад и потом моменты такие радостные хлопоты связанные с семьей как говорится на иврите автова хестер дефу не на в 3 лим есть такая фраза автова хестер дефу не отозначать только добро и милосердие будет меня преследовать что это означает это означает что мы думаем что что мы хотим от жизни мы хотим что только наслаждаться что все было хорошо только сладкая жизнь чтобы у нас была но так устроен этот мир что нам в роша шана предопределяется какое-то количество страданий какое-то количество чего-то не очень не очень комфортного не очень удобного что мы должны пройти спасибо всем за признать за поздравления всем большой шалом и говорит нам тора говорят нам наши мудрецы что мы можем пройти то что мы должны получить вот эти не не очень приятные вещи мы можем пройти их через какие-то мирские вещи то есть например не знаю человек должен зубы лечить ему предупредено какое-то количество страданий начало получает эти зубы через то что машина сломалась то есть через то что нужно делать ремонт квартире вдруг или он это может получить через то что он занимается а такими приятными хлопотами как например подготовить ребенка к обрезанию или как например подготовить какой какие-то диврей тора слова торы или заработать денег для того чтобы заплатить на обучение своего сына и так далее то есть если мы делаем митвот и в эти митвот нам даются с трудом то вот эти все к страдания так называемые которые мы чувствуем во время исполнения митвот или по пути к исполнению митвот это все нам убавляет те страдания которые нам должны были прийти в этом году так что я желаю вам всем ах тофа хестердефуни чтобы все негативные моменты которые у вас должны быть не дай бог в этом году чтобы они все вам пришли в хорошем фоне в хорошем виде 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 приятных хлопот связанных с радостями будь то обрезание будь то свадьба и так далее каждый свое то что ему нужно для его продвижения к творцу и для его радость спасибо еще раз всем за поздравление тем у кого нет детей ли кто хочет детей я желаю поскорее чтобы у них были дети и тем кто не женат естественно чтоб женился нашел подходящему половину вторую половинку из корня его души естественно все по аллахе по еврейскому закону соответствии с еврейским законом сегодня мы продолжаем нашу тему которую мы развиваем уже третий раз третий урок очень важная тема тема интересны всем о том как как больше зарабатывать как увеличить свою пара носу и как начать жизнь изобилие и для начала я хотел пока народ собирается я хотела сказать вам немножко недельной главе дельная глава рассказывает нам о том что евреи еврейский народ зашел египет и говорит сфаты мед еще в прошлой главе что каждый заход египет это то что нам дает возможность оттуда вынести искре святости то есть вообще каждое знание каждое он говорит именно произгнание но в принципе это имеется ввиду по отношению человека каждая как эта вещь которая ему не очень нравится не очень удобно не очень хороша это в этом есть элемент изгнания и это то что нам может дать искру это говорит это я учу из сват хаима и получается что любая вещь которая нам тяжела всевышним нам дает ее для чего для того чтобы мы оттуда вытащили искру что-то положительное какое-то удовольствие которое какое-то наслаждение какое-то умение которое нам поможет в жизни и на эту тему я хочу рассказать анекдот анекдот с комментарием который я слышал уже давно у исха капентусевича мне очень понравился анекдот как раз на нашу тему как-то раз один раввин должен был найти себе спонсирование для синагоги и он узнал что есть какой-то богатый человек который находится не очень далеко от него он пошел к этому богатому человеку и увидел там что богатый человек этот ходит со своими знакомыми по территории своего дома и показывает всем свой зоопарк у него был зоопарк ну бывает такое вы знаете что в богатых очень людей есть на территории где находится их дом также зоопарк и вот этот богатый человек показывал вот смотрите мои друзья смотрите вот это зебра вот это жираф такой красивый смотрите а вот это крокодил самый большой в мире крокодил тот кто его преодолеет получает от меня миллион долларов но я это не советую делать как только он это сказал он смотрит раввин уже находится внизу во рву с крокодилом и начинается схватка то крокодил на раве то рав на крокодиле рав его рукой по глазу крокодил его хвостом по голове в конце концов рав раскрывает его пасть рвет ему пасть и крокодил умирает рав вылезает весь в крови в царапинах весь вылезает из ямы и все к ним подходят вау ров какой ты молодец вот это дамы от тебя не ожидали такой прыти просто сразу так ты преодолел крокодила просто вообще что-то поразительное и подходит ему этот багаж говорит слушай и я тебе сейчас дам то что ты хочешь миллион долларов эти сейчас перевожу на счет скажи может быть у тебя есть какое-то еще одно желание и ему говорит рада у меня есть одно желание пожалуйста найди мне этого человека который скинул меня в яму и на это есть маним шаль что это означает мешают имеется ввиду что мы из этого что-то учим что мы учим из этого анекдота комментарий на анекдот что каждого из нас всевышний иногда бросает в ямы но мы должны знать что каждый раз когда мы находимся в какой-то маленькой яме или не дай бог большой это все для того что мы оттуда вышли с миллионом долларов я не желаю вам прыгать в ямы но если уже в этом оказались то выйдите оттуда с миллионом долларов с божьей помощью и и так мы поняли про яму про миллион долларов которые с божьей помощью каждый из нас вытащит из своих ям и мы продолжаем дальше написано в талмуде в трактате битца весь заработок человека предопределен ему с роша шана и даём кипура и скажите мне тогда пожалуйста так что значит нам не нужно молиться о заработке как вы считаете почему в благословении гостя в беркат амазонии в имидея в открытии ковчика торы и в многих других местах мы молимся этим тем не менее заработки и весь заработок на год уже предопределен на ведь все предопределен как вы считаете есть какое-то мнение немножко подожду и пока что я задам вам еще один вопрос по поводу заработка смотрите есть одно место в трактате не да там говорится что всевышний определяет перед рождением ребенка каким он будет подходит ангел по всевышним и спрашивает каким будет этот ребенок сильным или слабым глупым богатым или бедным и всевышний говорит так оксана иванова пишет есть вариант этого анекдота что же на тот но парный крокодил наш вариант от более проект более жизненный скажем так потому что даже если жена толкает все равно это все от всевышнего в результате толкает нас только один это всевышний скажите дорогие друзья как вы считаете если у вас какие-то мнения на этот вопрос значит я повторяю вопрос первый вопрос это два вопроса которого принципе у которых принципе есть один ответ да первый вопрос первый вопрос это написано в трактате бойца весь заработок человек предопределён ему с роша шана даем кипура и тем не менее мы знаем что во многих местах написано что есть молитва и просто написано что есть молитв написано молитва для того чтобы у нас было более был более лучший заработок и второе место это трактат не да когда говорится что всевышний определяет передождение ребенка каким он будет тогда тоже зачем нам молиться молитва решает то что не решается меняет то что вроде не решается бен ты стукала красиво сказано давайте еще посмотрим посмотрим мнение бен смотри если уже все до предприятия предопределен молитва может что-то изменить ирина примак пишет никулина примак для заработка мы должны делать действия но что нам положено бог столько нам и даст ну это не противоречит вопрос получается нам что-то полагает до гроша шана и выше нам предопределил например 100 тысяч долларов в год мы молимся не молимся делаем какое-то какие-то действия не делаем какие-то действия получается все то же самое все предопределено оксана иванова нужно молиться обязательно потому что очень важно быть в нужное время в нужном месте а господь благословляет да очень классно сказано оксана меч понравилось как вы сказали это очень напоминает мне комментарий комментарий перевод ункилуса очень известный комментатор переводчик тора который перевел тору на арамецкий язык и он пишет там там где написано что а шэм на тэнахако классот хаэш что всевышний дает тебе силу делать нужные дела там написано перевод ункилуса что он дает тебе хороший совет в бизнесе то есть без того чтобы всевышний тебе помогает увидеть хороший совет без этого вообще ничего не работает это понятно хорошо я вам сейчас отвечу на тот вопрос который я задал и то что молиться нужно откуда мы это знаем в этом вопрос и на это говорят наши мудрецы что даже если есть предопределение какое-то будь то брошу шана или будь то даже до рождения человека это предопределение может измениться на благо или не дай бог на злу то есть человеку предопределено например 10 миллион долларов и в этом году да но он сделал несколько действий которые из недоверия и страха из високойства из недостаточно недостаточного доверия кварц к творцу и что получается из-за этого или из-за грехов естественно ему может это предопределение просто сойти на нет и с другой стороны человеку предопределено только 10 тысяч долларов но он начинает верить уповать на творца надеется исправляет свои пути встает на путь швы и тогда всевышний может дать ему на самом деле намного больше те же самые 100 тысяч долларов в месяц вместо десяти этот человек может получить в месяц или в год то у каждого свое и предопределение принципе изменяются постоянно но время самое подходящее для того чтобы они изменялись для того чтобы их изменять это рожь ашана с рожь ашана до юнки пор это самое лучшее время для того чтобы менять предопределение всевышних меняет слышать нашу молитву видит наши дела и таким образом меняет эти предопределения ну и понятно что большинство плохих предопределений они исполняются если человек не работает над верой над упованием на творца над надеждой ну и главное не делает шу и в похожем месте которое я говорил в трактате не да там марша комментирует что все это можно изменить то есть то что человеку предопределена каким будет богатым или бедным это можно изменить напрасно трудится строящий его оксана иванова пишет ну если господь не созидает дома то напрасно трудится стоит строящий его на это правильно без бога можно заработать насколько это впрок пойдет это вопрос я скажу даже больше что без бога нельзя даже заработать все все силы которые у нас есть даже на то чтобы двинуть пальцы это нам дает всевышний все силы наших творца и об этом кстати говоря сказано что есть у пророка фраза что не будет кичится не будет гордиться сильной свои свои силы и богатство богатый своим богатым потому что то что он получил это от творца это просто и подарок ему от творца что один богатый другой бедный изначально общение нечего тут годится он получил такие условия кто-то родился в семье в россии кто-то родился всем в америке что он чем тут гордиться просто вот так всевышний тебе дата исполнение этого предназначения нечем тут совершенно гордиться нужно делать а чем нужно гордиться то что человек изучает тору то что человек исполняет заповеди то что человек приближается к вот это настоящая гордость что я это делаю бенци стукала пишет когда папа не хочет давать сильную сыну конфету но тот сильно сильно просит разве папа не даст да да ты об этом мы тоже поговорим с божьей помощью это не стопроцентное правило может быть ситуация что и не да но как правило дает я хочу рассказать вам одну историю про рабе нахмана очень-очень связанную с заработком как-то раз к рабе нахману все этому знают это пара бинат на очень большой мудрец и садий праведник который жил по моему 300 лет назад примерно и как-то раз к нему пришел его ученик сказала рыбы рабе нахман дай мне благословение на заработок я хочу быть богатым и тогда рабе нахман ему сказал да конечно я тебе даю благословение и благословил его прошло какое-то время и этот человек стал невероятно богатым появился другой ученик подошел к рабе нахману и сказал рабе нахман дай мне тоже благословение я тоже хочу быть богатым и рабе нахман сказал извини для тебя у меня нет благословения я тебя не могу благословить на богатство как удивился второй человек как такое может быть того ты благословил то стал такой богатым что меня ты не можешь благословить и сказала ему рабе нахман дорогой мой тот когда подошел ко мне и попросил благословения он как будто подошел ко мне с телегой и с лошадьми ему нужно было куда-то ехать он попросил меня масло сказал дай мне пожалуйста масло того чтобы намазать телегу чтобы ехать у него была конкретная цель а ты подошел без телеги без лошади и говоришь дай мне много масла ты хочешь масло ради масла а он хотел масло ради телеги ради того чтобы ехать на свою благородную цель исполнить свое предназначение о чем это говорится если у нас есть понимание что мы хотим от жизни если у нас есть понимание какое наше духовное предназначение если мы хотим приблизиться к творцу и для этого нам нужны деньги для этого нам нужны какие-то средства то эти средства нам всевышний даст но если мы хотим просто богатство ради богатства просто купюры ради купюр просто бумажки с изображениями всяких известных людей ради бумажек с изображениями нет смысла нам давать и такой человек который вот так хочет просто бумажки ради бумажек он может потратить на это не нас будет сказано десятилетие просто десятилетие и потратить это просто зря даже ничего не получали за это просто зря напрасно потраченное время и на самом деле говоря уже о богатстве нужно сказать что богатство это конечно же достойно там люди описаны ситуации когда мудрец говорит с рабе акивой и спрашивают скажи рабе акива заслуга чего вот эти евреи разбогатели и отвечает рабе акива потому что они отделяют десятины от своего урожая то что делается в только в эрте строили земли израиль и он спрашивает а те которые не живут в израиле почему они разбогатели и отвечает рабе акива потому что они наслаждаются шаббатом как написано в шелхан арухи в кодексе еврейских законов что тот кто наслаждается шаббатом достается богатство и и другие разбогатели так как они уважают мудрецов торы и так далее там даются разные причины почему люди разбогатели да и тем не менее есть люди которые не делают этого этим и тем не менее богаты почему потому что есть такая вещь как звезды судьба мазаль на иврите то есть изначально человек он находится под влиянием звезд и еврей который соблюдает заповеди который делать чего он может из этого влияния быть но если человек не соблюдает заповеди просто живет по природе то тогда этот человек все получит соответствие со своим созвездием тем мозолем как ему полагается по его мозолю и и интересно что в благословении после еды мы упоминаем богатство в благословении месяца мы просим богатство каждый раз когда в синагоге мы вытаскиваем тор мы тоже просим богатство для еврейского народа и написано что долголетие справа от нее и слева богатство и почет справа торы слева торы да и понятно что богатство это благо но нужно его использовать правильно для исполнения своего предназначения и понятно что на самом деле об этом говорят наши мудрецы что мы достойны того чтобы у нас были доходы намного больше чем расходы и достаточно наличных в кармане и который позволяет нам двигать и продвигать все что нужно для достижения нас наших высоких духовных целей в этом материальном мире и а если не этот человек может стать не дай бог вором грабителем и тем самым просто поручить имя творца поэтому очень важно знать и делать то что нас продвигает к творцу не ради денег и деньги тогда с божьей помощью придут если у вас есть какие то вопросы задавайте в принципе в прошлых уроках мы говорили о подобных темах и поминали какие то частности для тех кто хочет лучше эти темы знали те кто лучше хочет лучше эти темы пройти узнать примеры упражнения я предлагаю подписаться на мою страничку и там вы можете задавать вопросы там вы сможете получить дополнительную информацию интересующую вас о тех темах которые я говорю ну-ка попробую сейчас я послать название своей страничке для тех кто хочет пожалуйста подписывайтесь вот подписывайтесь на страничку ставьте лайки и задавайте вопросы буду рад всем вам помочь дать ценную информацию насколько была ценная информация та которая сейчас была напишите пожалуйста единичку для тех для кого это было ценно для кого это было полезно если было это очень полезно поставьте двоечку а если было не полезно вообще поставьте нолик хорошо единичка если это ценно 2 если очень ценно а А нолик, если это вообще не ценно. Пожалуйста, поставьте комментарий. Я подожду немножко. И посмотрю, что я вам хотел еще сегодня сказать. Ну, под конец, для самых стойких, я хочу дать вам подарок. Я хочу повести вам цитату, во-первых, из книги «Сын царя», которая говорит нам, книга говорит так. «Поведение свыше с человеком происходит в соответствии с его мировоззрением, и он пробуждает на себя соответствующее поведение с небес. То есть наша судьба зависит от нашего мировоззрения. Не только от наших дел, но и от нашего мировоззрения. Как мы смотрим на нашу жизнь, на какое у нас отношение к деньгам и к нашей работе в этом мире. То есть если человек, например, считает, ну, нельзя быть богатым, это плохо, да, то тогда ему Всевышний не дает богатство. Если он, наоборот, считает богатым, почему бы нет? Нет, мне не то, что богатство, мне нужны просто средства для того, чтобы исполнить мое предназначение. И тогда Всевышний дает ему деньги с Божьей помощью и дает ему те материальные вещи, которые ему нужны для этого с Божьей помощью. И еще одна цитата, очень-очень классная, которую мало кто знает. Цитата из великого мудреца Торы, Рав Ярухом Лейбович. Его называют наиврити Рав Ярухом Мемир, из Ишивы Мир, которая до сих пор существует. Он был там Машгяхом, духовным наставником. И это самая большая в Израиле Ишива, очень известная Ишива. Он в книге Тора, в комментарии на главу Ваира, он пишет так. Человек изучает определенную специальность, чтобы зарабатывать ей. Но на первый взгляд, он как будто возлагает на Всевышнего, чтобы давал ему заработок именно посредством той работы, которую он, то есть сам человек, выбрал. А ведь возможно, что Всевышний не хотел давать ему заработок именно посредством этой работы, которую он выбрал. Он это человек, да? И этот человек, на первый взгляд, подобен упрямцу, упрямцу, который хочет навязать Творцу, как Творец будет ему посылать пропитание. Но пусть знает человек достоверно, пишет Рав Ярухом, что на самом деле так хотел Святой Благословен Он, то есть Творец, что если человек настоит и выберет в своей будущей профессии именно ту, которую он хочет, он это человек имеет в виду, да? Тогда Всевышний удовлетворит его желание и даст ему заработок именно тем, что человек выбрал. Потому что такова тайна, что в то будущее, в котором человек уверен, то он на самом деле и получает. Я вам советую послушать еще раз эту цитату в записи. Это очень сильная фраза, очень сильная вещь, очень сильные высказывания. О чем это говорится? О чем говорит Рав Ярухом из Ишивы мир? Что тот, кто верит в определенное будущее и полагается на Творца, что так и будет в отношении профессии, его будущее как бы гарантировано. То есть нужно единственное, очень сильно полагаться на Творца в этом плане. Это должна быть простая вера. Естественно, она не должна противоречить логике. Мы не надеемся на чудеса. Но если человек хочет заниматься определенным делом и с точки зрения реальности, он может в этом деле преуспеть и зарабатывать. И он идет и говорит, Всевышний, я полагаюсь на тебя, что именно в этом деле ты мне дашь удачу, то с Божьей помощью на самом деле Всевышний даст ему удачу и успех в этом деле. На сегодня мы закончили. Спасибо всем, кто был со мной. Пишите комментарии, насколько вам понравился урок, что было полезно, что вы хотите добавить, что-то изменить. Буду рад, если вы поставите, пока я не вижу, тут может что-то не работает. Если было полезно, днишку. Если очень полезно, двоечку. А если вообще бесполезно, то нолик. И подписывайтесь на мою страничку, где вы получите более подробно все вопросы, на которые вы хотите получить ответ. С Божьей помощью вы получите там ответы. И получите более подробную информацию по вашим вопросам на вот эти темы, о которых я говорил. И я желаю вам всем изобилия. И будьте счастливы.